Приветствую вас, Надежда. Правда заключается в том, что вы совершенно точно взорвётесь, если будете дальше справляться с этой самой злостью. Смотрите, вы описываете сразу три проблемы, которые нужно последовательно, но можно в принципе и параллельно решать. Первая проблема – это проблема между вами и вашим мужем, то есть это вопрос семейной психологии. И это проблема, которая связана с психологической игрой «Скандал», в который вы со своим мужем играете. Ссоры – это именно вот про психологическую игру «Скандал». Здесь вам очень нужно, очень важно про психологическую игру «Скандал» самостоятельно почитать, увидеть себя в этой игре и понять причины, по которой люди в эту игру играют. В частности, речь идёт о страхе сближения, что как бы прикликается, да, с тем, что вы боитесь общаться с людьми. Значит, страх сближения и, соответственно, сублимация, через скандал идёт сублимация потребностей в любви и в том числе в сексе. Дальше, значит, здесь нужно уметь правильно общаться, освоить навыки бесконфликтного взаимодействия, например, такие как «Я» сообщение. И в первую очередь понять, что семейное отношение с системой, если вы измените своё поведение, то изменится поведение и вашего мужа. Это просто факт. Следующая проблема – это проблема злости, которую вы испытываете к людям. И, соответственно, злость здесь является проявлением защиты. То есть от чего-то вы защищаетесь, что-то вам угрожает. Вы говорите, что люди могут разрушить ваш внутренний мир. То есть вы не уверены в себе, вы в чём-то сомневаетесь. Соответственно, вот с этой самой неуверенностью и сомнением нужно работать, дабы вы смогли эту самую уверенность приобрести и уже не бояться общаться с людьми. Для этого, правда, необходимо научиться адекватно с одной стороны себя защищать, а с другой стороны, в общем-то, сформировать отношение к тем вещам внутри вас, которые и вызывают, собственно, вот эту вот тревогу и страх, что кто-то это может там как-то сломать, поменять и прочее, прочее, прочее. Следующий важный момент касается общения. И общение здесь, оно связанное напрямую с коммуникацией. Общение, если вы проследите за словообразованием этого слова, происходит от слова «общий», то есть общение происходит с людьми, которыми у вас есть что-то общее, чтобы было что-то общее, необходимо, чтобы у вас были какие-то свои интересы, по предмету которых вы смогли бы взаимодействовать с людьми. Сейчас же вы говорите конкретно про абсолютно бесцельное и беспредметное общение, которое возможно лишь в нескольких случаях. В первом случае, если ваше пребывание с человеком, с партнером по общению было длительное время вынужденным, то есть вы находились где-то вместе, вы вынуждены были общаться, и навыки общения сформировались на беспредметной, по сути, основе. То есть просто говорить ни о чём. То есть навык общения уже есть. И второй момент, это момент детский, когда вот у человека есть друзья детства, и, соответственно, с друзьями детства человек общается, и они уже выросли, они уже совсем стали разными, но все равно общаются, навыки общения присутствуют. В остальных случаях, в остальных моментах, обязательным является связующее звено в виде предмета общения, предмета увлечения, предмета, которым вы бы делились другими людьми. Это общение просекает по принципу «я хочу с тобой чем-то поделиться». У вас же желание общения связано напрямую с потребностью что-то получить для себя, именно поэтому общение не складывается. Возникает застык именно в том, что общение для вас слишком многое значит, для вас слишком важно общаться, но из-за потребности что-то получать, а не отдавать, в общении вы не можете его наладить адекватно. Соответственно, речь здесь идет исключительно о том, чтобы отделить общение от ваших потребностей, и общаться на предметы, которые вам интересны, на темы, которые вам интересны, и просто делиться с людьми своим взглядом и получать обратную связь. А свою потребностную сферу реализовывать самостоятельно не в сфере, связанной с общением. По крайней мере, не так, чтобы самообщение было некой такой самоцелью, если угодно, или единственным средством, через которое вы могли бы ту или иную потребность реализовывать. На этом все, я надеюсь, что помог вам, я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.